Александр Сергеевич Пушкин. Анжела. Читает Павел Бесюдин. Часть первая. В одном из городов Италии счастливой. Когда-то властвовал. Придобрый старый дуг. Народа своего отец, чадолюбивый, друг мира, истины, художеств и наук. Но власть верховная не терпит слабых рук. О доброте своей он слишком предавался. Народ любил его и вовсе не боялся. Судей его дремал, карающий закон, как дряхлый зверь, уже к ловитве неспособный. Дуг это чувствовал. В душе своей незлобной и часто сетовал. Сам ясно видел он, что хуже дедушек. С дня на день были внуки. Что грудь кормилицы. Ребенок уж кусал. Что правосудие сидело, сложа руки. И по носу его ленивый не щелкал. Нередко добрый дуг, раскаянием смущенный, хотел восстановить порядок упущенный. Но как? Зло явное, терпимое давно, молчанием суда уже дозволено. И вдруг его казнить совсем несправедливо. И странно было бы тому же особливо, кто первый сам его потворством ободрял. Что делать? Долго дуг терпел и размышлял. Размыслив, наконец, решился он на время придать иным рукам верховной власти бремя. Чтобы новый властелин расправой новый мог порядок вдруг завесть. И был бы крут и строг. Был некто Анджела, муж опытный, не новый, в искусстве властвовать, обычаем суровый, бледнеющий в трудах, учении и посте, за нравы строгие, прославленный везде, стеснивший весь себя оградою законной, с нахмуренным лицом и с волей непреклонной. Его-то старый дуг наместником нарек, и в ужас ополчил и милостью облег, неограниченные права ему вручая, а сам докучного внимания избегая, с народом не простясь. Один пустился странствовать, как древний паладин. Лишь только Анджела вступил в управление, и все тотчас другим порядком потекло. Пружины ржавые опять пришли в движение, законы поднялись, хватая в когти зло. На полных площадях, безумолвных от боязни, по пятницам пошли разыгрываться казни. И ухо стало себе, почесывать народ, и говорить, эх-э-э, да этот уж не тот. Между законами, забытыми в ту пору, жестокий был один, закон сей изрекал, прелюбодею смерть. Такого приговору в том городе никто не помнил, не слыхал. Угрюмый Анджела в громаде уложения отрыл его, и в страх по весам городским опять его на свет пустил для исполнения. Сурово говоря, помощникам своим пора нам зло пугнуть. В балованном народе преобратились привычки уж в права, и шмыгают кругом законы на свободе, как мыши около зевающего льва. Закон не должен быть, пужало истрепицы, на коем, наконец, уже садятся птицы. Так Анджела на всех навел невольно дрожь, роптали вообще, смеялась молодежь, и в шутках строгого вельможи не щадила. Меж тем, как ветрено над бездною скользило. И первый под топор, беспечной головой, попался Клавдио, патрицы молодой. В надежде всю беду со временем исправить, и нелюбовницу, супругу в свет представить, Джульетту нежную успел он обольстить, и к таинствам любви безбрачной преклонить. Но их последствия к несчастью явны стали. Младых любовников свидетели застали, ославили в суде взаимный их позор, И юноши прочли законный приговор. Несчастный, выслушав жестокое решение, с поникшей головой, обратно шел в тюрьму, Невольно каждому внушая сожаление и горько сетуя. Навстречу вдруг ему попался Луцио. Гуляка беззаботный, повесов, вздорный, враль, но малый, доброходный. Друг, — молвил Клавдио, — молю, не откажи. Сходи ты в монастырь к сестре моей, скажи, что должен я на смерть идти, Чтоб поспешила она спасти меня, друзей бы упросила, Или даже бы пошла к наместнику сама. В ней много Луцио, искусства и ума. Бог дал ей речи уверчивость и сладость. К тому уж и без речей рыдающая младость. Мягчит сердца людей. Изволь, поговорю. Гуляка отвечал и сам к монастырю. Татчас отправился. Молодая Изабелла в то время с важной у монахини сидела. Постричься через день она должна была. И разговор о том со старицей вела. Вдруг Луцио звонит и входит. У решетки его приветствует, перебирая щетки. Полузатворница, кого угодно вам, девица. И судя по розовым щекам, уверен я, что вы девица в самом деле. Нельзя ли доложить прекрасной Изабелле, Что к ней меня прислал ее несчастный брат? Несчастный? Почему? Что с ним? Скажите смело. Я Клавдия, сестра. Нет, право. Очень рад. Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело. Ваш брат в тюрьме. За что? За то, чтобы я благодарил его, красавица моя, И не было бы ему иного наказания. Тут он в подробности пустился описанием. Немного жесткие, своей наготой, Для девственных ушей, отшельницы молодой. Но со вниманием все выслушала дева. И без притворных причуд стыдливости и гнева, Она чиста была душой. Как эфир ее смутить не мог, неведомый ей мир, Своей суетой и праздничными речами. Теперь, — промолвил он, — осталось лишь мольбами вам тронуть Анжела. И вот о чем просил вас, братец, Боже мой! Девица отвечала, — когда б от слов моих я пользы ожидала, Но сомневаюсь, во мне не станет сил. Сомнение нам враги, — тот жаром возразил. Нас неудачию предатели стращают, И благо верное достать не допущают. Ступайте к Анжела и знайте от меня, Что если девица, колено преклоня, Перед мужчиною и просит и рыдает, Как Бог он все дает, чего не пожелает. Девица, просясь, у матери честной, С усердным Луцева к вельможе поспешила, И, на колено встав смиренную мольбой, За брата своего наместника молила. — Девица, — отвечал суровый человек, — Спасти его нельзя, твой брат свой отжил век, Он должен умереть. Заплакав, Изабелла склонилась перед ним И прочь идти хотела, Но добрый Луцева девица удержал. — Не отступайтесь так, — он тихо ей сказал, — Просите вновь его, бросайтесь на колени, Хватайтесь за плащи, рыдайте, слезы, пени. Все средства женского искусства Вы должны теперь употребить. Вы слишком холодны, Как будто речь идет меж вами про иголку. Конечно, если так, Не будет верно толку. Не отставайте же еще, еще. Она опять, усердную мольбой, Стыдливо умолясь. Жестокородного блестютеля закона. — Поверь мне, — говорит, — Ни царская корона, Ни меч наместника, Ни бархат судьи, Ни полководца жезл, Все почести сии, Земных властителей, Ничто не украшает, Как милосердие, Оно их возвышает. Когда б во власть твою Мой брат был облечен, А ты был Клавдио, Ты мог бы пасть, как он, Но брат бы не был строг, как ты. Ее укором смущен был Анджело, Сверкая мрачным взором. — Оставь меня, прошу, — сказал он тихо ей, Но дева скромная и жарще и смелей, Была час от часу, Подумай, — говорила, Подумай, — есть ли тот, Чья праведная сила Прощает и целит, Ссудил бы грешных нас Без милосердия. Скажи, что было б с нами, Подумай, — и любви Услышишь в сердце глаз, И милость нежная Твоими, говорит, устами, И новый человек Ты будешь. Он в ответ. — Бади, твои мольбы, Пустая слов утрата, Не я, закон казнит, Спасти нельзя мне брата, И завтра он умрет. Изабелла. — Как завтра? Что? Нет, нет, Он не готов еще, Казнить его не можно. Ужели, Господу, Пошлем неосторожно, Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят Не бьем до времени. Так скоро не казнят. Спаси, спаси его, Подумай, в самом деле, Ты знаешь, Государь, Несчастный осужден За преступления, Которая доселе Прощалась каждому. — Постраждет первый он, Анжела. — Закон не умирал, Но был лишь в усыплении. Теперь проснулся он, Изабелла. — Будь милостив, Анжела. — Нельзя. Потворствовать греху Есть тоже преступление. Края одного Спасаю многих я, Изабелла. Ты ль первый Излечешь сей Приговор ужасный, И первой Жертвою Мой будет брат Несчастный. — Нет, нет, Будь милостив. — Уже ль душа твоя Совсем безвинная? Спросись у ней, Уже ли И мысли грешные В ней Отроду не тлели? Невольно Он сдрогнул, Поникнул головой И прочь идти хотел. Она — Постой, Постой, Послушай, Воротись. Великими дарами Я задарю тебя, Прими мои дары. Они не суетны, Но честны и добры, И будешь ими ты Делиться с небесами. Я одарю тебя Молитвами Души. Перед утренней зарей В полуночной тиши Молитвами любви Смирения И мира. Молитвами святых Угодных небу Дев В уединении Умерших Уж для мира Живых Для Господа. Смущен И присмирев Он ей свидание Назавтра назначает И в отдаленные Покои Поспешает. Часть Рая День Целый Анжела Безмолвный Угрюмый Сидел Уединясь Объят Одною Думой Одним Желанием Всю ночь Не тронул Сон Усталых Вешт его Что ж Это Мыслил Он Ужель Ее Люблю Когда Хочу Так Сильно Услышать Вновь Ее И взор Мой Усладить Девичьей Прелестью По ней Грустить Умильно Душа Или Когда Святого Ловить Захочет Бес Тогда Приманкою Святою И Манит Он На Крюк Нескромной Красотою Я Не Был От Роду К Соблазнам Увлечен И Чистой Девою Теперь Я Побежден Влюбленный Человек До Сили Мне Казался Смешным И Я Его Безумство Удивлялся А Ныне Размышлять Молиться Хочет Он Но Мыслит Молиться Рассеяно Словами Он Небу Говорит А Волей Мечтами Стремится К Ни Одной В Уныние Погружен Устами Праздными Жевал Он Имя Бога А В Сердце Грех Кипел Душевная Тревога Его Осилила Правление Для Него Как Дельная Давно Затверженная Книга Несносным Сделалась Скучал Он Как От Ига Отречься Был Готов Отца На Своего А Важность Мудрую Который Столь Гордился Который Весь Народ Бессмысленно Дивился Ценил Он Ни Во Что Горд Воздух Летучим Ветер По Утро К Анжелой Явилась Изабелла И Странный Разговор С Наместником Имела Анжела Что Скажешь Изабелла Волю Я Твою Пришла Узнать Анжела Ах Если Б Ее Могла Ты Угадать Твой Брат Не Должен Жить А Мог Бы Изабелла Почему Же Простить Нельзя Его Анжела Простить Что В мире Хуже Столь Гнусного Греха Убийство Легче Изабелла Да Так Судят В небесах Но На земле Когда Анжела Ты Думаешь Так Вот Тебе Предположение Что Если Отдали Тебе Разрешение Оставить Брата Влечь Коплахина Убой И Искупить Его Пожертвовав Собой И Плоть Придав Греху Изабелла Скорее Чем Душою Я Плотью Жертвовать Готова Анжела Я С тобою Теперь Не о Душе Толкую Дело В том Брат Осужден На казнь Его Спасти Грехом Не Милосердие Это Изабелла Пред Богом Я Готова Душою Отвечать Греха В том Никакого Поверь И Нет Спаси Ты Брата Моего Тут Милость А не Грех Анжела Спас Спасешь Спасешь Изъяс Твой Брат Приговорен Изабелла Так Анжела Смерть Изрек Ему Решительно Закон Изабелла Так Точно Анжела Средство Есть Одно К его Спасению Все Это Клонится К тому Предположению И только Есть Вопрос И Больше Ничего Положим Тот Кто Мог Один Спасти Его Наперсник Судии Или Сам Пасану Властный Законные Толковать Мягчить Их Смысл Ужасный К тебе Желанием Был Преступным Воспален И Требовал Чтоб Ты Казнь Брата Искупила Своим Падением Не То Решит Закон Что Скажешь Как Бы Ты В уме Своем Решила Изабелла Для Брата Для Себя Решилась Бы Скорей Поверь Как Яхонты Носить Рубцы Бичей И Лечь В кровавый Гроб Спокойно Как На ложе Чем Осквернить Себя Анжела Твой Брат Умрет Изабелла Так Что Ж Он Лучший Путь Себе Конечно Изберет Бесчестьем Сестры Души Он Не Спасет Брат Лучше Раз Умри Чем Гибнуть Мне Навечно Анжела За что ж Казалось Тебе Бесчеловечно Решение Суда Ты Обвиняла Нас Жестокосердии Давно Лище Сейчас Ты Правед Закон Тираном Называла А Брат Ней Грех Едваль Не шуткой Почитала Изабелла Прости Прости Меня Невольная Душой Тогда Лукавила Увы Себе Самой Противоречила Я Милая Спасая И Ненавистная Притворно Извиняя Мы Слабы Анжела Я Твоим Признанием Ободрен Так Женщина Слаба Я В этом Убежден И Говорю Тебе Будь Женщина Не Боли Или Будешь Ничего Так Покорися Воле Судьбы Своей Изабелла Тебя Я Не могу Понять Анжела Поймешь Люблю Тебя Изабелла Увы Что Мне Сказать Джульетту Брат Любил И он Умрет Несчастный Анжела Люби Меня И Жив Он Будет Изабелла Знаю Властный Испытывать Других Ты Хочешь Анжела Нет Клянусь От Слова Моего Теперь Не Отопрусь Клянусь Честью Изабелла О Много Много Чести И Дело Честное Обманщик Демон Лести Сейчас Мне Клавдию Свободу Подпиши Или Поступок Твой И Черноту Души Я Всюду Разглашу И Полно Лицемерить Тебе На Пред Людьми Анжела И И Кто Станет Верить По Строгости Моей Известен Свету Я Молва Всеобщая Мой Сан Вся Жизнь Моя И Самый Приговор Над Братней Головою Представят Твой Донос Безумной Клеветою Теперь Я Волю Дал Стремлению Страстей Подумай И Смирись Пред Волею Моей Брось Эти Глупости И Слезы И Моления И Краску Робкую От Смерти От Мучения Тем Брата Не Спасешь Покорностью Одной И Скупишь Ты Его От Плахи Роковой До Завтра От Тебя Я Стану Ждать Ответа И Знай Что Твоего Я Не Боюсь Извета Что Хочешь Говори Всю Истину Твою Низвергнет Лож Моя Сказал И Вышел Вон Невинную Девицу Оставя В ужасе Поднявши К небесам Молящий Ясный Взор И Чистую Десницу От Мерзостных Палат Спешит Она В темницу Дверь Отворилась Ей И Брат Ее Глазам Представился В цепях В унынии Глубоком О светлых Радостях Стараясь Не жалеть Еще Надеясь Жить Готовясь Умереть Безволен Он Сидел И С ним В плаще Широком Под черным Куколем С распятием В руках С огбенной Старостью Беседовал Монах Старик Доказывал Страдальца Молодому Что Смерть И бытие Равны Одна Другому Что Здесь И там Одна Бессмертная Душа И что Под лунный Мир Не стоит Ни Гроша С ним Бедный Клавдио Печально Соглашался А в сердце Милою Джульеттой Занимался Отшельница Вошла Мир Вам Очнулся Он И смотрит На сестру Мгновенно Оживлен Отец Мой Говорит Монах Изабелла Я с братом Говорить Одна Бы Захотела Монах Оставил Их Клавдио Что ж Милая Сестра Что Скажешь Изабелла Милый Брат Пришла Тебе Пора Клавдио Так Нет Спасения Изабелла Нет Или Разве Поплатиться Душой За голову Клавдио Так Средство Есть Одно Изабелла Так Есть Ты мог бы жить Судья Готов Смягчиться В нем Милосердие Бесовское Оно Тебе дарует Жизнь За узы Муки Вечной Клавдио Что Вечная Тюрьма Изабелла Тюрьма Хоть без оград Без цепи Клавдио Изъяснись Что Это Изабелла Друг Сердечный Брат Милый Я боюсь Послушай Милый Брат Семь Восемь Лишних Лет Ужель Тебе Дороже Всегда Сней Чести Брат Боишься Ль Умереть Что Чувство Смерти Миг И Много Ли Терпеть Раздавленный Червяк При смерти Терпит Тоже Что Терпит Великан Клавдио Сестра Или Я Трус Или Идти На смерть Во мне Не станет Силы Поверь Без трепета От мира Отрешусь Коль Должен Умереть И Встречу Ночь Могилы Как Деву Милую Изабелла Вот Брат Мой Узнаю Из Гроба Слышу Тот Тот Жестокий Чьи Взоры Строгие Во всех Родят Боязнь Чья Избранная Речь Шрет Отраков На казнь Сам Демон Сердце В нем Черно Как Ад Глубокий И Полно Мерзостью Клавдио Наместник Изабелла Ад Облег Его В свою Броню Лукавый Человек Знай Если б я Его Бестыдное Желание Решилось Утолить Тогда Бы Мог Ты Жить Клавдио О нет Не Надо Изабелла На Гнусное Свидание Сказала Нынче В ночь Должна Поспешить Или Завтра Ты Умрешь Клавдио Не Иди Сестра Изабелла Брат Милый Бог Видит Ежели Одной Моей Могилой Могла Бо Я Тебя От Казни Искупить Не Стало Более Иголки Дорожить Я Жизнь Моей Клавдио Благодарю Друг Милый Изабелла Так Завтра Клавдио Ты К смерти Будь Готов Клавдио Да Так И Страсти В нем Кипят С такой Силой Или В этом Нет Греха Или Из Семьи Грехов Грех Это Меньший Изабелла Как Клавдио Такого Прегрешения Там Верно Не Казнят Для Одного Мгновения Ужель Себя Сгубить Решил Он Навек Нет Я Не Думаю Он Умный Человек Ах Изабелла Изабелла Что Что Скажешь Клавдио Смерть Ужасно Изабелла И Все Что Грезится Отчаянной Мечте Нет Нет Земная Жизнь В болезни В нищете В печалях В старости В неволе Будет Раем В сравнении С тем Чего За гробом Ожидаем Изабелла О боже Клавдио Друг Ты Мой Сестра Позволь Мне Жить Уж Если Будет Грех Спасти От Смерти Брата Природа Извинит Изабелла Что Смеешь Говорить Трус Тварь Бездушная От Сестрин Разврата Себе Ты Жизнь Ждешь Кровосмеситель Ах Кровосмеситель Ты Нет Я думать Не могу Нельзя Чтоб Жизнь И свет Моим Отцом Тебе Даны Прости Мне Боже Нет Осквернила Мать Отеческая Ложа Коль Понесла Тебя Умри Когда Бо Я Спасти Тебя Могла Лишь Волею Моею То Все Таки Теперь Свершилась Казнь Твоя Я Тысячу Молитв За Смерть Твою Имею За Жизнь Уж Ни Одной Клавдева Сестра Постой Постой Сестра Прости Меня Монах Сестра 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 Он Он Сестра Сестра Поверь Сестра 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 И Сестра Возвратя Сестра 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 Ну Ну А твоей Судьбе Сам Буду Я Пищить Останутся Тебе Его Сокровища И будешь Ты награда Супругу Лучшему Мне Лучшего Не надо Помилуй Государь Не будь Неумолим Твоя Рука Меня Соединила С ним Уже ли для Того Так Долго Я Вдовела Он Человечеству Свою Принес Лишь Дань Сестра, спаси меня, друг милый, Изабелла, проси ты за него, хоть на колени стань, хоть руки подними. Ты молча, Изабелла, душой о грешнике, как ангел пожелела и пред властителем колено преклоня. — Помилуй, государь, — сказала за меня, — не осуждай его. Он, сколько мне известно, и, как я думаю, жил праведно и честно, пока месть на меня очей не устремил. Прости же ты его, и друг его простил.